Уже в 17-й раз площадкой проведения заключительного этапа Всероссийской студенческой олимпиады по агроинженерии стал Институт механики и энергетики МГУ имени Огарева. Эта олимпиада, наряду с научно-методическим семинаром особенностей обучения студентов агроинженерных вузов в условиях олимпиадной среды и Всероссийским студенческим конкурсом новаторских и инновационных идей, стала частью научного фестиваля студенческой молодежи науки. Что касается преподавателей, в рамках олимпиады преподаватели здесь не отдыхают. Начиная с 8 утра трудная работа начинается. Это работа в жюри, это работа в оргкомитете, это проверка работ, составление заданий, это участие в дополнительной программе обучения, повышение квалификации. Каждый преподаватель в итоге получит от засорения прохождения ФПК в рамках 72-часовой программы. Олимпиада состояла из двух туров – теоретического и практического, где участники проверяли свои знания по таким дисциплинам, как тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины, эксплуатация машинно-тракторного парка, техническое обслуживание и ремонт машин, топливо-смазочные материалы, механизация животноводства. Глядя на то, как эти молодые люди ловко справляются со сложной техникой, понимаешь, что для них нет ничего невозможного. Сегодня мы достигли такого уровня, что Олимпиада стала интегрированным мероприятием, которое является одним из важных компонентов целой методической системы обучения студентов будущей инновационной деятельности. И в рамках проведения Олимпиады фактически моделируется квази-инновационная деятельность. Победители Олимпиады примут участие в конкурсе на премию президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи. А те, кому не хватило чуть-чуть знаний, смогут попытать свои силы в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин